Речь идет о том, что такое происходило на Болотной площади и в чем сущность этого самого протеста, о котором так много говорят все, включая и пришеликов. Значит, мы пытаемся подойти к этому вопросу как к некоторому социальному проекту, то есть как к некоторой социальной задаче, чтобы понять, какие именно классы и какую точку зрения те самые люди, которые вышли на Болотной площади на проспекте Сахарова, высказали и какая точка им противостоит. Противостоит, как ни странно, две разных взгляда на природу власти в России. Первый власть, этот сакральный, его можно так называть сакральным, или я его называю византийским, когда человек, который облечен властью, имеет определенного рода сакральную и особую выделенную роль в этом обществе. Он не просто какой-то человек, а человек, облеченный властью. Ему полагаются определенные блага, он находится на вершине Иерархии. Другая точка зрения, на которую можно указать, это когда человек, облеченный властью, официант или менеджер. Что это значит? Это означает, что я обладательный собственник то ли своей страны, то ли своей корпорации, и я нанимаю себя приказчиком, менеджером, который этой корпорацией в моих условиях, в моих интересах управляет. Это именно та позиция, которую тот народ, одетый в норковые шубы, высказывал, выйдя на болотную площадь. Может быть показаться странным, почему существует такое активное неприятие мигалок на автомобилях. А именно по этой причине. В том, что было бы глупо, когда ко мне я ем, ко мне приходят официанты, у него на голове где-то мигалка, я его еще должен везде пропускать, прямо на улице. Он ездит по выделенным полосам, по всему прочему. Что чрезвычайно было бы странно. Точно так же было бы очень странно, что если бы действительно человек обладает определенного рода сакральными и остальными возможностями, в то время как всего он всего лишь официант, он всего лишь менеджер, всего лишь управляющий. Это человек, который я, собственник страны, ставлю для того, чтобы он меня обслуживал. И не больше. То есть нету некоторых... Тем не менее, это традиция, когда у тебя менеджер или президент, или кто-либо еще, всего лишь официант, всего лишь обслуживающий персонал, в России не укорена. Укорена прямо противоположная ситуация. Когда человек обладает определенного рода сакральной властью, и кроме того, она освящена, скажем, церковью. Мы же далеко давно уже знаем, что русская православная церковь, московского патриархата, ни в коем случае не служит Христу. Она служит тому, что является византийским эгрегором. То есть просто отчужденная от народа, вот эта вся в завитках и завитушках, именно власть, которую она подает в вид сакральной ситуации. Именно поэтому активное большинство горожан так сильно протестуют против русской православной церкви и патриарха Кирилла. Потому что они понимают, что она представляет прямо противоположный взгляд на власть тому, которую бы им хотелось. Им хотелось бы, чтобы ГИБДДшник, офицер полиции или милиции, управляющий ЖСК не обладал бы какими-то своими сакральными возможностями, не служил бы сам себе и не был бы в этой власти распространен, а был всего лишь официантом. То есть тем, который обслуживает нас и не больше. Таков примерно расклад. То есть у нас противопостоит наша старая традиция, всю жизнь мучается и гоняется Русь по одному и тому же кругу, по византийскому кругу. Всегда, как только возникает подобного рода ослабление, всегда воскрешает византийский эгрегор. И всегда мчатся чиновники со своими мигалками посередине выделенных волос и всем прочим. В этом и состоит суть митинга на Болотной площади. Иногда пытаются, например, всякие человечки типа Кургиняна, пытаются сказать, что это был оранжевый переворот. Да ничего подобного. И даже была не попытка оранжевого переворота. Что такое оранжевый переворот по сути своей? Оранжевый переворот, когда у вас есть две группы, примерно равных по численности. Одни говорят о том, что нужно занимать позападную позицию, а другие какую-то исконно, посконно, суконно свою домашнюю позицию занимают. Точно так же. И при помощи так называемых оранжевых технологий мы пытаемся переместить, ну, сдвинуть эту ситуацию такого клинча в разных позициях. По разу одной и той же сторон, которая, как часто называют, иногда и называется прозападной. Здесь же ничего подобного не было. Ну, во-первых, при честных выборах в России побеждают коммунисты. Это все понимают, да? Что у нас Зюганов становится президентом, а КПРР берет большую часть места в Парнаме. Ну, я думаю, что так, примерно. Ну, быть может. Ну, быть может быть, у Путина в авторитуре были бы какие-то шансы против Зюганова. Я не знаю. При честных выборах точно так же. А здесь примерно так. Поэтому ни о какой оранжевой позиции не может быть и речи. Их иногда говорят, вот там Немцов, там еще кто-то. Но у них работа такая. Это не лидеры, не системная оппозиция. Они видят, что идет общий вал, который к них, ну, скажем, там, правосилам, Кайдарам, Чубайсу или кому еще, не имеет никакого отношения. Но им надо к нему под него подстроиться. Их будет делать, что они, вот этот самый локомотив, именно они впереди бегут и они именно его тащат. Это не так. Очень интересная позиция состоит в том, что те, кто вышли на Болотную и на Сахарова, сами не хотят во власть ни в коем случае. Они не борются за власть. А почему? Да потому что кто же хочет стать официантом? Если президент, если там... Неофициантом. Я думаю, никто не хочет брать на себя ответственность. Нет, именно официантом. Нет, именно официантом, если у тебя власть... Но, мол, говорят, колыны. Потому что ситуация, которая сейчас, если рассуждение не остро будет... Я думаю... Не справятся те, кто был на Болотной площади. Я не знаю. Никто не поддерживает. У них нет реально сил. Ты все время осуждаешь от тех, кто был на Болотной площади, как, скажем, там, о Немцове и компании. Ну да, естественно. А это не так. Вот я только что тебе об этом сказал. Они просто к этому движению пытались его возглавить, стать его по главе. Для того, чтобы не забрать себе политический рачков. Да. Но они его ни в коем случае не представляют. Не представляют. А вот то самое общество, которое вышло на Болотной площади в числе 100 тысяч человек, оно именно протестует им против византийского пути развития России, против сакрализации власти, против ее автономности, прооблаченной в себе и самоценности. Они считают, что власть это всего лишь официанты. И они не хотят быть официантами. У Пелевиного в последнем романе в Снафе президента называют презиратором. Но то, что пользуется в это должное презрение, не показывают народу. Ну, просто вот такая должность определенного рода есть. То есть как к обслуживающему персоналу. И вот эти две разные вещи. Как на власть нечто сакральное, и как на власти это то, что должно нас обслуживать, эти две позиции настоящими борются между собой. Последняя позиция в России не возобладает. Я думаю, никогда, потому что это абсолютно несвойственно. А я оптимист. А почему я оптимист? Потому что византийский эгрегор не имеет никакого перспектив в России. А почему он ее не имеет? Это, конечно, система управления страной. Система управления, которая основана на кормлении. То есть ты становишься губернатором области, ну, там, сатрапом каким-то, или главой этого своего византийского этого, и ты начинаешь кормиться, то есть собирать со всего этого деньги. Это и... Ну, тут возникает забавная тезис, которая раньше в Московском Сийском государстве звучала так, что не по чину берет. Что каждый должен брать взятки по своему чину. Но эту же вот самую ситуацию кормления, мы понимаем, что в современных ситуациях нельзя ввести некое правовое русло. Ну, вот, например, переснигленные часто говорят, что при каждом губернаторе есть так называемая должность, чисто русская, называется умного еврея. И считают, что он на его стороне как бы интеллект. Игорь, извините, я вас перебью, но кормление и взяточничество, это разные понятия исторические. Это очень далеко. Это не надо смешивать. Они как-то смешали взяточничество и кормление. Это важно, это очень важно. Это важное замечание. Это чрезвычайно важное замечание. По поводу того, что люди, которые оказываются на кормлении на этой вещи, в настоящий момент, поскольку это не введено правовое русло, они-то считают, что не кормится. Лужков себе искренне считает, совершенно справедливо считает, честнейшим человеком. Он просто в своей должности кормился. А его остальные обвиняют в том, что он был, типа, взяточник. Да не был он взяточником. Он брал неподчину, но не в том смысле, что не подчину, что много взял. Он так как раз брал мало, поэтому он совершенно искренне не понимает, в чем его обвиняют. Он честнейший человек. И действительно честнейший, патриотически настроенный человек. Юрий Михайлович Лужков. Честнейший и порядочный человек, Юрий Михайлович Кушков. И право он не подчинул, то есть он должен был брать больше, а брал мало. У него там у жены всего лишь несколько миллиардов. Он не брал, чего не брал? Укормился с этой должности. Имел в силу своей должности, имел определенное влияние, которое использовал. А проблема этого византийского способа управления современной Россией состоит в том, что каждая низшая ситуация берет не по чину, не сколько обязана она кормиться, потому что записать это нельзя никак. А она берет столько, сколько руки дотянутся. И у тебя высшее должностное лицо, полагающее, что он кормится в своей должности, должен быть столько, должен понимать, что нижний тоже чего-то возьмет. Но возьмут они гораздо больше, чем ему хотелось. В результате у нас в стране получается, что большинство инфраструктурных проектов невозможно. Потому что они начинают оформляться таким управленческим навесом, что оказываются несуществимы. Мы знаем, что за путинское время очень мало новых дорог построено. То есть совсем почти не построено. Только кое-что отремонтировано. И это ситуация, в которой оказывается, что у нас есть противоположность между верхним уровнем власти, между средним уровнем и верхним, между средним и низшим уровнем власти. И мы получаем, что вот этот византийский способ управления, потому что в современных условиях его невозможно вести правовое условие. Хорошо бы, если было бы, можно сделать так, что каждый губернатор области со всех его доходов имеет полтора процента. Но так невозможно. А по поводу умного еврея. Так его функция состоит не в том, что интеллект при тупом русском губернаторе интеллектуальные функции выполняют. А взрыв состоит в том, что он обеспечивает именно этот поток денег на его должность. Вот такова его главная функция получается. И это главная проблема управления в России. То, что все берут не по чину, потому что все доходы и все храмление не введено в какой-либо юридический правовой механизм. И это ситуация, поэтому очень скоро, я боюсь, что в ней будут катастрофические изменения. А точка зрения новых буржуа, этих самых системных администраторов, высокоплачиваемых специалистов, всех тех, которые от этой государственной власти уже достаточно далеко, она состоит в следующем. Что ГАИшник или ГИБДДшник это человек, который меня обслуживает. И он должен, так же как официант в кафе, сделать мне много чего приятного и хорошего. Ну и то, что было в Советском Союзе. В Советском Союзе этого не было. Было и было. Почему? ГАИшник был человек, который... Неправда. Это был чисто репрессивный аппарат. Аппарат был репрессивный, но тем не менее... Про Советский Союз я вообще молчу. Это совершенно не так. Это власть той же партии, это была некая группа, совершенно в себе, оторвавшаяся от всей этой ситуации. Они действительно взяток по нынешним временам не брали. Но у них была и архия построена, скажем так, чисто натуральным обменем. На натуральных привилегиях, там еще чего-то. На несчастные палки колбасы, баночки икры и так далее. Так это скорее феодальное государство. Да, это феодальное. Взоакийское это всегда феодальное. Это вот это. И она была тоже недееспособна. Только не на земле она была, не на земле. Я не понимаю. А в небе, да. В Советском Союзе торговали властью. Властью... Ну нельзя, что торговать не было. Не было и денег-то как таковых. Торговали над доступом, понимаешь? Да, доступом. Да. То есть вы вспомните. Советский Союз. Это когда у тебя все доставали, все было поблажно. То есть все было в уровне личных отношений. А личные отношения это и есть ведали. Когда вассал моего вассала, не мой вассал. Все конкретные личные отношения. Поэтому противоположность... Давайте я буду завершать. Можно по этому вопросу обсудить. Каждый может сказать. Давайте каждый скажет по этому поводу чего-то. Я хочу заметить, что главная противоположность и то, что возникло на болотной площади проспекта Сахарова, это противоположность между византийским способом управления Россией и новыми политическими и экономическими реалиями, которые заставляют воспринимать представителя власти вас как некую сервисную функцию, а не как нечто сакральное и укорененное всем себе. Но на Западе так существует. Мы, потому что до экономического их развития начинаем их догонять. Мы начинаем их догонять и пытаемся жить. Уже открыты границы, поэтому их влияние, их проникновение... Это да. И разговоры. Границы. Мы, как говорят, не начинаем. Нет, в коем случае. Почему? В коем случае. Да нет, мы уже давно вписаны. Чего говорить, начинаем, не начинаем. Мы давно вписаны в мировую экономику, вписанную. Границы. 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 Как источник сырья. Да. Да не только. У нас появилась современная система маркетинга оптовой и розничной торговли. У нас появилась более-менее современная система запада. Современная финансовая система. Она просто переносится к нам. Ну переносится. А как еще? Как банкоматы переносятся. Ну да, конечно. Не на вас. Карточки, интернет, все это появляется. И появился достаточно большой круг людей, которые вообще не понимают, почему она по-прежнему занимается, власть занимается тем, чем она занимается, вместо того, чтобы их просто-напросто обслуживать. Ну да, и да. Это очень важно, что они ищут, что есть руководители, которые борются за власть, а этот народ не борется за власть. Потому что никто не борется за место официанта. Он делает за то, чтобы вознести чиновника, даже самого крупного, в роли официанта. Это вот важно понимать. Так, давайте все. Или кто-то скажет, давайте что-нибудь. Наташа, будешь говорить? Нет. А Стас? Я даже не знаю, что-то сказать. Что касается роли официанта. Кто-то может быть действительно так. Действительно в Западной Европе, в меньшей степени в Америке, может, действительно есть такая точка зрения на власть. Но она даже на Западе не является, скажем так, массой. То есть не во всех странах она является такой доминирующей, скажем так, наверное. Ну вот, что еще? Я не знаю. Мне кажется, понимаешь, точка зрения на власть, как на аффицианта. Как некую надусловину. Ну, понимаешь ли, мне кажется, такая точка зрения, она правомерна лишь только в обществе. Она может восторжествовать лишь только в обществе, которая чрезвычайно экономически сильно, как бы, и никого, как говорится, не боится в этом плане, так сказать, которая уверена в своей силе, ну вот. Либо, допустим, в обществе, которое, опять-таки, встроено какую-то структуру, как бы, более сильную, и там, как бы, она существует вдоль, условно говоря. В нашей стране такая точка зрения на власть, я думаю, она не может возобладать. Потому что, как ты говоришь, вот эти, да, новые буржуицы, может быть, они так и смотрят на власть. Ну, народ так не смотрит. Народ так не смотрит, понятно. Народ не смотрит, потому что еще не прошло достаточно времени, и западная технология, западная сгадь, еще не настолько сильно проник в нашу страну на самом деле. В основном, все находится в центре. Народ так не смотрит. То есть Москва, Петербург, какие-то центры городов. Только там. А все остальное, вот, отъедет за 100 километров от Питера, все там, все то же самое. Хорошо. Ничего не поменял. Все? Ну, я просто... Есть какие-то, знаешь... Я просто не могу сейчас ничего, как бы, сформулировать окончательно. Хорошо. Ну, есть просто ненормальный снег. У нас, на самом деле, власть сакрализована. На самом деле, как бы, ну, это всегда так было. Все времена. Это вообще есть представление, вот, как сказать, более... О богоизбранности власти. Да. Не то, что богоизбранность, а что всякая власть от Бога. Да, сакрализация. То есть, не может быть иной власти, как ни власть, ни от Бога, да? Не может быть власти, ни от Бога. И вот в этом отношении это неправильное, нездоровое отношение к власти. К власти правильно было бы относиться, как к некой функции государства. Потому что, фактически, видите, власть существует для людей, а не наоборот. Они люди для власти. А вот эта сакрализация власти, да? Точно так же, как и... Византийские, это люди для власти. Да. Люди для власти. Да. И это ненормально. Точно так же, как и в религии, ведь люди для Бога, да? Не Бога для людей. Мне кажется, здесь даже я бы сказал... Это ты специально процитировал Сергея. Мистер Превестителя Митрополичного Престола в 1927 году, который сказал по поводу большевиков, что нет такой власти, которая не власть ни от Бога. И поэтому власть большевиков тоже власть от Бога, как говорят. И, на самом деле, нынешнее русское православие, оно сергианством является. То есть, он стал позже патриархом Сергий. И вот в этом... Это его тезис, что нет той власти, которая не власть от Бога. Ну, это... Если вы посмотрите, откуда это вообще тезис взялся. Это же тезис этих сикариев иудейских, которые боролись против римского владычества. Ведь они не считали, что римское владычество от Бога, да? Они считали, что нет власти, а еще не от Бога. Они понимали в том смысле, что власть, которому они подчиняются, только подчиняются власти Бога. Но потом в компромиссе, да, вот уже Павел говорит о том, что действительно всякая власть от Бога. И начальнику недаром дан меч для того, чтобы вот искоренять зло там и наказывать, да? То есть, вот это всякий раз компромисс. Всякий раз вот это вот съезжание в сторону того, что всякая власть власть от Бога. Это всякий раз оправдание нашего рабства, да? Который мы должны, вроде бы, по капле выдавливать из себя. А на самом деле, своими бытием насаждаем. Мы сами себе создаем рабовладельцев. Вот эти вот все чиновники... Кстати, по-моему, я думаю, что вот у нас даже не... Не финальный? Нет, я имею в виду, что у нас не власть, а у нас сначала ставят человека, делают его Богом. А потом, поскольку он Бог, значит, он имеет право. Власть. Вот эта вот сакрализация вот Путина... Да Путин — это человек отдельно. В принципе, власть сакрализована. Каждый маленький чиновник чувствует себя, на самом деле, принадлежный и принадлежный... Да, да, да. Посмотри, у нас же не власть... Вносится на первое место. Вносится на первое место человек. Сначала ставят человека наверх. Вот он Бог. А разум Бог, значит, у него власть. Значит, извините, надо подчиняться. Не обязательно одного человека. Ну... Болан правильно сказал, что каждый чиновник себя чувствует. Именно поэтому каждый... На нём как подлайн... А соответственно... Ну, понятно. Потому что на ниже стоящих это уже переносится. Они сами по себе. Сначала ставят этого самого Бога. Бог начинает распределять, так сказать, своих помощников. А ну, поскольку он Бог, он помогает... Так самое страшное, что всё это происходит в государстве, которое в большей степени является светским. И поэтому эта власть, на самом деле, делает с народом всё, что хочет. У него нет никаких принципов. Ну, а потому что у власти не было других образцов, кроме как... Да дело не в этом. Раньше в традиционном обществе всё-таки и сам государь тоже ведь считал, что Бог есть, и он должен подчиняться неким Божьим установлениям. А в современности что происходит? Государь считал себя сталинником Бога, и это что говорит Богом? Ну, послушай, власть, получается, централизована, да, фактически. А те, кому поклоняются, если так можно выразиться, да, они просто не чувствуют никакой ответственности. Они считают, что это должно, и всё. А сами они уже никому не подчиняются. Как факт. Потому что наверху пустота. Это да. Это да. То есть византия может существовать только в стране, где сильное религиозное начало, единое. Когда византийскую систему управления пытаются внедрить такую действительность, как наша современная Россия, получается, что каждый берёт не по чину. Каждый берёт не по чину, потому что им не перед кому отвечать. Правда, Давид, да? Да. Потому что он, с одной стороны, понимает, что он должен... Поэтому, как ни странно, на самом деле, звучит это, на самом деле, сначала надо каким-то образом, как ты говоришь, с византийским эгрегором побороться, как-то его развенчать. Если это вообще возможно. Потому что до тех пор, пока место будет свято, независимо от людей, всё будет оставаться так, как есть. Да. Да. Согласен. Я об этом говорю, да. Ну, вот, в примере выступлений на Болоте иногда уже говорят о том, что уже общество, в принципе, уже чувствует, что нужно что-то делать. То есть уже не просто, а нереально. Да они сами наверху чувствуют. То есть уже есть класс людей, который готов... Они наверху чувствуют. И тоже ведь Путин, он категорически возражает против того, что его сделали наместником Бога на земле. Ему предлагают императором, достаточно. Да, он нормально иметь себя императором. Царём, точнее. Объявить себя царём и всё. И начать новую династию. Просто я... Так прям буквально предлагаю. Да христиане предлагаю. Я примерно ситуацию эту с Путиным понимаю таким образом, что в конце 90-х была попытка восстановить не управляемой страной, а установить управляемой страной оказалось возможным только на одном архаическом и византийском основании. Да естественно. На другом плане получилось. Ну и восстановили. Вот оно развивалось, развивалось, дошло до нынешнего ситуации и всё, тупика. Так, Саша скажешь ещё что-нибудь? Дело в том, что понимаете, что как-то вы все говорили о разных предметах. Так, если начать это, вспомнить с чего ты начал, что вот эти люди, вышедшие, значит, я так понял, что имелось в виду город Москва, да? На многотысячные эти митинги, там где-то сто тысяч, да, где-то меньше. Ну, в общем, в сумме более ста тысяч человек, да? Да. То, наверное, значит, какой был мотив этих людей за них говорить, наверное, это не совсем как бы корректно. Наверное, надо всё-таки их мнение, зачем они выходили. И, наверное, всё-таки они выходили, это связано было с выбранными событиями, что они почувствовали, что они оказались обманутыми в результате этих выбранных событий. И, наверное, там это пришивать, там или, ну, в смысле, придумывать, что это какая-то там бизантийская, там или какая-то ещё там другая модель, что кто-то. Ну, просто люди вот реально там обманутые были, вот они почувствовали в Петербурге точно так же. А почему я раньше не чувствую себя обманутыми? Ну, значит... В 98-м, когда крат случился в стране, в 91-м, когда страны развалились, почему-то никто не чувствовал себя обманутыми? Нет, сейчас они почувствовали. Сейчас, сейчас я говорю, что... Я сказал ту мысль, что, наверное, эти люди были вот обманутыми, вот они и вышли, что обманутыми. А по какой там модели они там руководствовались? Ну, это, наверное, уже следующий вопрос. Третьи на прошлых выборах обманывали, а почему они не вышли на прошлых? Ну, почему на прошлых выборах обманывали просто-напросто? Ведь иногда тоже бывает, количество переходит в качество, и люди чувствуют какую-то там... Количество было не меньше, чем... Количество в прошлых выборах было не меньше. Ну, нам это слово... Ну, действительно, у людей выросло самосознание, в связи с другой взгляд на жизнь. Ну, дело в том, что... Да, и тут это вот правильно, вы подметили, что это произошло в некоторых, буквально в нескольких, крупных городах. Если взять Москву и Ленинград, так это вообще финансово-паразитические города. И поэтому, значит, вот... То есть паразиты уже на митинг? А? На митинг вышли паразиты? Нет, нет, я это не сказал, что... Я сказал, что вот с моей точки зрения, Москва и Ленинград, это являются финансово-паразитическими городами. То есть они, вот, эти города берут, вот, если в вашу терминологию, так сказать, не по чину, что они берут слишком много благ и не достаются другой стране. Поэтому именно они вышли на митинг, а другая страна на митинг не вышла? Ну, не знаю, там, как, это концентрация населения, то есть это... Нет, действительно, потому что в этих городах, в Москве и Петербурге, так сказать, и там, может, еще каких-то местных, наиболее крупных, сложился, как бы, определенный класс людей, да, которые, как бы, ну, не знаю, там... Они видели другой мир, другую систему видели. Да, во-первых, они видели другой мир, во-вторых, они себя уже чувствуют совершенно, как бы, независимы от власти. Им власть не нужна. Видишь, народ ждет от власти каких-то благ, каких-то, так сказать, реформ. А этот класс делает сам себе блага. Правильно, ему власть не нужна. Власть не нужна. Поэтому он и хочет, как бы, на эту власть смотреть, действительно, как на официантов, в идеале. Для дела официантов это же метафора. Ну, понятно. Число функции. Ну, да. Власть либо функция, либо центр. Всегда разница же есть между тем, где центр. Либо центр это, условно говоря, общество, да, либо центр это является какая-то, вот, функция, да. Вот какая-то функция, допустим, функция власти. Ведь нужно же кому-то наверху решать какие-то общие вопросы, выступать там на международной арене и так далее. От имени? Ну, кстати, тут еще проблема в чем. В нашей стране слишком много есть чего делить. И поэтому, видимо, у нас невозможно все-таки вот такой вот, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, вот такой вот подход к власти как некой функции. Да, дело даже с проблемой в том, что сколько делить много или много, а дело в том, что какой-то механизм уже есть. Деление. И нормально работает. Есть рынок, есть, так сказать, рыночные какие-то отношения. Для этого власть не нужна. Опять же. Люди сами договариваются друг с другом. Сами определяют, что купить, как купить и делать. Власть нужна для того, чтобы законить. Да, но дело в том, что ты уже понимаешь, что, ты говоришь, рыночные механизмы и все остальное, но ведь сам-то делешь. Во-первых, он изначально был произведен, так сказать, чисто, так сказать, властным, волевым путем. Это уже не пустая. Да. А во-вторых, ну, в принципе, он и сейчас, наверное, так производится зачастую. Это не принципиально. Все равно уже механизм все больше. Стас, ты скатываешься к стереотипам. Потому что, если есть много что делить, теперь что, значит, люди обязательно будут жуликами, что ли? Значит, если мы были бы бедные, то были бы по неволе честными. А вот если мы богатые, то по неволе жулики. Это такая стереотипная психология. Ну, а какая разница, богатые мы или нет? Это никакого значения не имеет. Много что делить, поэтому мы не можем быть честными. Хорошая вывод. Я не говорю, что мы не можем быть честными. Ну, а что? Много делить нам или мало, это никакого отношения к вопросу не имеет. Нет, он какую-то другую мысль говорил. Это уже как... Нет, он имел в виду, что в нашей стороне такое отношение к власти, ну и в частности Бартак, я так понял, что из-за того, что много что делить. А если было бы мало что делить, у нас было бы все здорово, в раз стало бы функцией и все бы выстроилось. Нет, я так не сказал. Ну, а как? В чем смысл-то иначе? Богатым или не богатым никакого отношения к тому, что происходит, не имеет. Одно живет как бы само по себе, другое само по себе. Нет, ну то, что вы сказали, такая точка зрения в Советском Союзе и в Российской Федерации, она, значит, существует. И у массового населения, ну, у большого количества населения такая точка зрения существует, да? Такая точка зрения, это называется, знаете, как манипулирование, вам навязывают некую схему, а потом вы по этой схеме живете. А никакого отношения, один вопрос к другому. Нам нужны врага. То есть это вам начать, что предлагают. Вот видите, вот из-за того, что мы богаты, мы живем плохо, так давайте все станем уже эти бедными, станем. Просто сейчас все, вообще все. Сейчас нефть кончится, как здорово, наконец-то мы будем честными. Сейчас нефть кончится, все богатства распродадим, давайте быстрее все распродадим. Я даже такие слушал, слышал выводы, что надо быстрее нефть откачать, все раздать, все распродать, и потом у нас станет все здоровым. Но это схема вам навязана, и причем... Да, так, ну то же самое, ну это вот сколько раз, это до расклада Советского Союза, значит, тоже очень распространенной точки зрения была, что у нас страна большая, и поэтому, мол, в большой стране большой бардак. А вот если была бы маленькая страна, тогда бы и бардака бы не был. Ну я же объясняю, это те самые стереотипы. Те самые стереотипы. Было бы как в Собойе или Албаме, и другие просветающие страны. Ну да, вот та же самая. Да, 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 да. Они маленькие такие, очень просветающие. Да, да. А суть вопроса не в этом. И то, что, как Игорь говорил про кормление, да, что на самом деле те, кто сидят наверху, и те, кого, условно говоря, в кавычках обожествляют, да, и кому поклоняются, ну что ему делать? Условно говоря, он как бы должен это свое место, как там Игорь говорил там, не по чину берет. Он должен как бы чин свой оправдывать. Он должен, условно говоря, что-то делать для того, чтобы свой чин оправдывать. Да, т.е. он не может не ездить на Мерседесе, вы поймите. Он-то ему пофиг на чем ездить. Не может он на велосипеде, как какой-нибудь там, не знаю, Норвегии или Швеции ездить, премьер-министр ездить. Он не будет воспринимать как начальник. Да, конечно, конечно. Он обязательно вынужден ехать с отребекалки, которому нафиг не нужна. С кавалькадой машин для охраны. Он Хамзан Кабалдеров ездит там. Это похоже на то, как короля делает его свиты, да, вот на это похоже. Т.е. он должен не создавать вокруг себя свиту. Т.е. ему, точнее, создают такую ситуацию, что он вынужден считать себя королемом. Очень многие ребята там... А если бы к нему говорили, чиновник быстро к ноге, как бы там, если бы каждый так поступал, если бы каждый так сделал, то все было бы нормально. Многие бы ушли оттуда сами. Конечно. Очень многие бы ушли, а пришли бы другие. Я хочу сказать, что, грубо говоря, вот таким образом чиновник как официант, это не означает, что у вас в стране появится экономика, допустим. Это не означает, что от этого вы станете ожидать. Конечно. Это не означает, что от этого будет лучше. Бог еще хотел сказать, что там вообще. У вас такая точка зрения, что тоже, ну, несколько прозвучало, что чиновник, это, мол, типа там, враг, там, вот чиновника исправим, и жить будет лучше. Нет, как раз я говорил про игры. Чиновник исправляет. Чиновник – это человек. Он исправляется системой. Одного человека снял другого человека. Страна переживает. Страна, наконец, этого византийского, постоянного пути, она при царском режиме иногда пыталась от него отказаться. Пытаясь с этой дороги куда-то сойти. Потому что мы же помним, да, революция, 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 потом опять Византия, в главе со Сталином. Сейчас революция, революция 1991 года, и при Путине опять Византия. Ну, сколько можно, ну, сколько можно византии? Интересно, а на нее когда… Чего, Николай, почему на Западе у них получилось? Да нет, а… Отдельный материк, туда приехали люди изначально? Не, не обязательно. Они боролись за это, конечно. Я вообще занимаю странную точку зрения. Я считаю, что нам этот византийский Грегор, вот этот, в какой-то коробочке взяли в свое время, из Византии привезли. Просто взяли и привезли. Он где-то там стоит, надо его найти туда. И от России обрабок замоли, да. Вполне возможно. Дело в том, что в каждой стране есть своя историческая специфика, своя национальная специфика, экономическая специфика. И, так сказать, говорить, что вот в нашей стране специфично вот эта византийская… Ну, то есть, я бы… Вот то, что вы говорили, сакральное, да, обожествление любого… К сожалению, так, да. Власти в принципе обожествления. Власти, власти. Я хочу сказать… Я с вами тут хочу не согласиться, потому что, ну, может быть, вот то, что во времена большевиков, значит, вот это было, значит, там, да, то, что было до большевиков, я боюсь, что… Там еще круче было. Там реальный царь был. Там реальный царь был. Там реальный царь был. Просто наместник Бога на земле. Да. Церковь, церковь был помазанник. И церковь была вредена от государства. И главой являлся опять царь. А патриарха не было, а был сынок. Это было при Петре. Это Петр вел сынок. До Петра был сынок. До Петра еще… До Петра еще… При Екатерине Великой. Про Александре Первом. При Александре Втором Освободителе. Про Николая Палкине. Вплоть до того, что сам Николая Второго. Двести лет это было. Двести лет было. Еще до Петра. Двести лет было. И мало, что ли? И мало было. Дело-то не в Синоде. Дело в том, что сам принцип власти… А мне интересно, когда реформа была знаменитая… Когда был раскол, притащили к нам Бизантийский Грегорь? Или раньше? Бизантийский Грегорь? А что это? Бизантийский Грегорь – это что у нас такое? Это некий мысленный конструкт. Когда весь центр находится… Мысленный, ментальный конструкт. Когда весь центр сосредоточен в одном человеке. Понимаете? Не в одном человеке. Или в одном месте, как Москва. Нет, в Византии есть Византия. Даже не в одном месте. Некая система понятий, некая система законов, некая система взаимоотношения, которая имеет место быть между обществами. Более всего, организация общества. Ну да, организация общества, да. У нас как сейчас Москва-центр, да, и все дороги ведут в Москву. И все через Москву. Да. Супергород, как бы, да? Известно, в 16 веках москалийское государство… Что делается через Москву? Потом оно, отчасти, пыталось быть сломано, но не было сломлено, в конце концов. И когда революция 17-го года случилась, в некоторое время эта система уже в сталинском обличье, она воскресла. И после революции 19-го года она снова воскресла. Это вот такой метод обстоятельств дела. Такой византийский способ. То есть, республики каким-то образом, мне кажется, смягчали это. Я думаю, что как раз наоборот. Ну, сложно, а все-таки… А теперь посмотрим… Руководитель республики, он хотя и подчинялся Москве… Но он был в республике. Да, но все-таки… А в истории Византии и ее различные сатрапии даже между собой воины это вели. Они даже воевали между собой. Вели реально войну между собой. Два сатрапы, подчиненные византийскому императору. Ты в этом можешь. Ну что, сейчас я близошу. В 2008 году в кавказский военный, воинскому военным воевал с грузинскими вооружеными силами. То есть… Воевала всё-таки Россия с Грузии. Может не кавказская военная. Можно и так сказать. Они же и так read форумов. Тебе казалось, что воевала Россия со штатами. Ну, немножко. Да, немножко. Немножко со штатами. Но, досталось от России, всем нарихи eles resultados. Нет, но если говорить о лихаре… Потому что мы уже знаем, что 30 грузин – это хох. Это не взвод ахох, но мы знаем, там это кончилось так, как это должно было кончиться. А еще говорить надо как-то более конкретно, я считаю. Все конкретно. Так куда уже конкретнее-то я говорю? Игорь просто говорит, что есть два направления. Одни пытаются вернуть власти правильное место, именно функцию государства. Есть государство по необходимости функции управления, она просто есть. Ее кому-то делегируют, и тот, кому она делегирована, должен от имени народа просто осуществлять некие функции. Сервисные. Сервисные функции. Это первый момент. Второй момент, когда власть является неким центром. И вместо того, чтобы быть функцией, становятся все силы, всю энергию народа. Она канализирует на себя. Процитальную структуру, которая начинает в этом самодовлететь. Она является и смыслом народа, и смыслом государства. Она все на себя переводит. И идеи, и потоки денежные, и потоки смысловые, и все. И религию под себя. И приспосабливать собственную функцию. Это все правильно, конечно. Безусловно, правильно. Вот такая вот дилемма. Но только вот еще не все модели вы высказываете. Ну вот так сказать, две крайние точки зрения. Между этими еще точками зрения, ну как всегда в жизни бывает что-то среднее. Да? А по жизни всегда, вот так сказать, эти две крайние позиции, они... не может быть среднее, потому что это прямо противоположные вещи. Они не могут друг с другом существовать. Почему не могут? Ну почему? Потому что они противоречат друг другу. Они не противоречат друг другу. Не может быть белое, одновременно. Ну понимаете, либо центр в одном месте, либо центр в другом месте. Ну это вы, ваше. Ну как вы? Да. Потому что если центр в одном месте, он не так другим. Причем, как бы, центр, когда говорю в другом месте, это на самом деле много центров. Просто центр, как бы, есть народ, там, центр, да, есть центр общества, там, есть центр, там, еще... Экономия, там, политика, много центров. Говорим, что в центре общества, да, мы, как бы, апеллируем к западной культуре, но, все-таки, мне кажется, тут есть некое, ну, некое преувеличение. То есть, мне кажется, все-таки, даже на Западе, даже в большинстве западных стран, все-таки, власть не в такой степени является, как бы, функцией, как мы думаем. То есть, там, все-таки, вот это вот, элемент византийской, что ли, схемы, он тоже достаточно... Вопрос же не в этом, вопрос всегда связан с тем, как ты с властью сталкиваешься. Если ты живешь в своей жизни и никогда не замечаешь, что какие-то власти есть, это означает, что нет никакого власти, власти центра. А если ты живешь, и вся твоя жизнь заточена так, что, вот, все связано с властью, ты включаешь любую программу, там, говорят про власть, ты приходишь, что-то сделать с паспортом, тебе там указывают, что, вот, мы тут власть, а ты тут кто-то такой пришел. Если ты приходишь, говорю, в жилконтора тебе указывают, мы тут власть, а ты кто? И если каждый раз ты сталкиваешься с тем, что власть тебе указывает, что ты не кто, а мы все. Вот это и есть власть, это сакрализованно, понимаешь? А когда ты приходишь, и все это выполняется, и не важно, какая она для тебя власть, тебе же она не важна, она функция. Понимаешь, вот туалет работает, и если он работает, задумывайся о том, что он у тебя есть, то он есть, и есть, он работает, и все. Конечно, это вот что такое функция. Функция – то, что ты мне замечаешь. «Мне нужно». Власти как бы нет, она просто функция. она исполняет свою функцию и если пока она не сломана ты ее даже не видишь ты приходишь в магазин, покупаешь, что все нужно и уходишь вот что такое функция а не так, что ты приходишь в магазин, тебе говорят на коленек проползи до суда, может быть я тебе еще не продам понимаешь? если правильно проползешь скажешь купы понимаешь, когда появляются какие-то странности, ты сразу задумаешься, зачем тебе такая власть нужна и почему власть именно такая почему она не функция у нас проблема в России то, что большинство само согласно ползти и говорить куп то есть она это означает если Бога нет, то какой же я тогда майор вот они раз майор, то они хотят чтобы во твоих со мной и Бог был чтобы человек с мигалкой ездил если человек с мигалкой ездит, тогда я майор есть куда стремиться да, потому что ситуация она как раз сакрализована ведь, ну, наверное, уже знал, заканчиваю ведь очень забавно наблюдать как с маленьким даже чиновником происходит всевозможные метаморфозы мы все знаем, у него и Антона Прозорова да, только он даже в церковь начал ходить и голосует только за Путина а всего-то ему кинули зарплату 30 тысяч за субтитры создавал DimaTorzok за субтитры создавал DimaTorzok за субтитры создавал DimaTorzok